Перед тем как начать, хотелось бы сообщить, хотя вы уже и так все знаете, что после 29 лет сотрудничества EA и FIFA, электроники разрывают отношения с Международной Федерацией Футбола, так как не смогли договориться по новому контракту. Таким образом, FIFA 23 станет последней игровой серией, а в дальнейшем будет называться EA Sports FC. Плохо это или хорошо, мы узнаем еще не скоро, но точно понятно одно, что привыкнуть к новому названию будет трудно. Приветствую вас, мои дорогие зрители, на моем канале. Хочу представить вашему взору видео обзорного уклона с ностальгическим оттенком. Как вы успели заметить или успеете заметить, мой канал пребывает в состоянии глубокой комы, и чтобы как-то его расшевелить, я решил запилить немного нестандартный контент на тематику футбольного симулятора, а именно FIFA 14, опираясь на свои ностальгические чувства. Правда, многое, что я скажу, можно будет отнести и к новым частям, но все же. Вы скажете, чувак, ты втираешь мне какую-то дичь, ну какая 14 FIFA, это же было 1000 лет назад. И да, отчасти вы окажетесь правы. Конечно, я играл в предыдущие части, но все дело в том, что именно в ней я провел огромное количество времени, и именно в ней я пережил столько футбольных историй, что вряд ли это поддастся какому-то счету. Именно этими эмоциями я и хочу поделиться с вами. Включу немного пояснял, что для вас. Когда выходили другие части FIFA, а именно знакомство мое с серией началось в 2007, 2008, сейчас я уже точно и не припомню. Я играл в них только потому, что мне нравился сам геймплей, там прокачка игроков, покупка, спонсоры. Тогда я, к слову, вообще не разбирался в реальном футболе и не пытался этого делать. Интерес начал просыпаться ровно в 2013 году, и тогда я стал понимать, что мое сердце занимает эмблемы клуба Мадридского Реала и ЦСКА. Но спустя некоторое время армейцы покинули мое сердце и остались только чувства того, что мне эта команда просто нравится. Все это на долгое время замкнулось для меня на 14-й FIFA, в которую я играл более трех лет, делая это на клавиатуре. Геймпад для меня был чем-то фантастическим, и позже, когда он у меня появился, я думал, что никогда на нем не научусь играть. В первые моменты мне казалось это нереально сложно, но я это сделал в 17-й FIFA, правда это уже другая история. И вы такие, так, стоп, зачем было играть в одну часть три года, то есть выходили другие части, а ты лупил в 14-ю? Да, да, вы все правильно поняли. Так почему же все было именно так? Да потому что мой компьютер, а именно ноутбуктор, приобретенный в 2009 году для учебы, имел 32-х разрядную систему. А когда выходила FIFA 15, та требовала 64, поэтому и оставалась пределом моих мечтаний, как и 16-я номерная серия. Спасением моим в этом случае оставались модификации, а именно моддинг-вей, благодаря которой можно было начать сразу с сезона 14-15, 15-16 и так далее, с обновленными формами, лицами футболистов, а также минифестами. Но об этом я расскажу немного позже. В силу того, что моя версия игры в те времена не поддерживала онлайн режим, если вы понимаете о чем я, да и интернет в виде 3G модема не позволял разогнаться на полную катушку. Порой посмотрев каких-то видосов в интернете, ну этих самых видосов, я влетал на нехилые деньги. И приходилось поэтому до дыры затирать режим карьеры и профи. Остановимся на каждом подробнее. Режим профи отличался невероятно скудным функционалом по нынешним меркам, да и по тем, наверное, тоже. То есть вот тебе задание на сезон и вперед. Но тогда я реально кайфовал. Я был кем угодно, но в основном при моей симпатии к Реалу и, соответственно, его лучшему игроку, ну вы поняли о ком я, я создавал футболиста, который играл преимущественно на левом фланге атаки. Кстати, иногда я пытался за вратаря, ну вы понимаете, что хватало меня ненадолго. Да и если вы пытались проходить карьеру профи за вратаря, ну это и было невероятно скучно. И вперед покорять вершину футбола. Начиная свой путь, играть приходилось на каждый пятый матч, то есть если это большой клуб и почаще, если это клуб поменьше. И если фантазия была бурная, то можно было получать массу удовольствия. Добивайся своего с самых низов или начинай сразу с топов. Позже я научился пользоваться артманией или читэнджин, взламывал характеристики игрока и вот ты уже лучший в мире. Правда интерес сразу куда-то улетучивался. К слову, когда я ломал характеристики, приходилось подсчитывать, насколько нужно пунктов взломать, чтобы рост доходил именно до цифры 99. Ну или около того. Потому что если поставить сразу 99, то когда в игре ты прокачаешь этот навык хотя бы на один пункт, то он тут же обнулится. Когда я обнаружил это, то нормально так заруинил себе карьеру. По карьере тут, конечно, уже раздоли. Десятки клубов на любой вкус, сотни вариантов путей развития событий. Насколько я помню, интереснее было взять клуб послабее и тянуть его на самую вершину, развивая и закупая перспективную молодежь. Ну или взломать немного бабла и осуществить карьеру мечты, например, с Роналду и Месси в одной команде. Но что в карьере, что в профи, по крайней мере у меня через несколько сезонов интерес куда-то угасал. То есть появлялась куча ноунеймов, уходили легенды и становилось как-то не круто. Помню, как в редакторе игрока я накручивал статую условному Гиксу или Симаку, чтобы они не завершали карьеру быстро. Эх, времена. Хотя, хоть 99 поставь старому футболисту, как только начинался новый сезон, его рейтинг колоссально опускался. Сейчас уже это, конечно, поправлено в новых частях. И все вышеперечисленное я повторял раз за разом, год за годом, пока у меня не появился новый ноутбук и я не начал знакомство с 17-й частью этой легенды. В заключении к игровым режимам хотелось бы упомянуть двух легенд FIFA в плане озвучки, которая переходила от одной части к другой и которая со временем невероятно приелась, как и сейчас уже приелись Гени с Чарданцевым. В общем, просто послушайте и поностальгируйте. Реал, Мадрид и Барселона. Вот я даже предвкушаю, что скажет Розенов по поводу этого противостояния. Ничего, ты уже все сказал. Тут не надо никаких эпитетов, не надо ничего. Матчи таких клубных больше умереть. Встречать его уже поздовато, потому что сейчас будет удар. И вновь месси с мячом. Классический фланговый вариант, ищи кого-то в центре. Отбор-то хорош был, но вот сразу в контроль катиться защитник не сумел. А время есть и голову поднять, и партнеров поискать там в центре. Ultimate Team. Спустя некоторое время, как у меня появился этот режим, а если вы не забыли, у меня его изначально не было, если вы понимаете о чем. Какое-то время мне удалось там провести. В памяти свежи моменты, что зарабатывать было очень сложно, а нормальные игроки стоили очень дорого. Благо спустя 8 лет все это уже гораздо проще, особенно в FIFA 22. 18 октября 2017 года EA закрыла серверы игры, поэтому погонять онлайн, даже чисто по приколу, уже не получится. Запуская игру сейчас, можно удивиться только супер быстрому меню. Конечно, это абсолютно очевидно, что игра морально и технически устарела. Конечно, это можно поправить модификациями и станет гораздо лучше. Ну, правда, речь идет про визуал, технически она останется все такой же. Как говорилось ранее, когда вышла FIFA 15, я продолжал рубить в 14. Но спустя некоторое время, понимая, что старый сезон уже не так интересен, я пустился шерстить просторы интернета, надеясь найти хоть какое-то ее освежение. И вот я наткнулся на тот самый моддинг-вей, в описании которого было что-то типа новый сезон, 14-15, новые формы, лица и так далее. Естественно, тут же было принято решение все это установить. После танцев с бубнами, установив это произведение, игра для меня заиграла новыми красками и интерес вспыхнулся к ней с новой силой. Сейчас же можно найти мод под названием сезон 21-22. И тут реально этот сезон, с актуальными составами, формами, новыми оформлениями. Тут тебе и Мбаппе, и Холланд. Подытоживая все вышесказанное, непосредственно для меня FIFA 14 оставила самые хорошие эмоции. Поиграв в нее сейчас, не буду лукавить, таких эмоций она уже не дарит, так как в сравнении с новыми частями она кажется уж сильно устаревшей. Но память о ней останется навсегда. Хочу поблагодарить всех, кто посмотрел это видео от начала до конца и влепил жирный лайк. Да и тех, кто не влепил тоже. Если это видео наберет больше просмотров, чем другие мои видосики, возможно что-то подобное я сделаю по FIFA 15 из разряда игра в первый раз, ну или обзором каких-то модификаций. Еще раз всем спасибо и надеюсь до скорого. Субтитры сделал DimaTorzok